Итак, всем снова привет! Сегодня мы продолжим разбирать движок. Я хочу поговорить о такой теме, как материалы. Очень важная тема, очень нужная тема. И прежде чем создать какой-либо материал, вы должны иметь различные текстурные карты. Давайте создадим материал. То есть это правая кнопка мыши. Нажимается Materials и заходите в него. Либо можете сверху Add New и нажать Materials. То же самое. Это самый стандартный материал, который может только быть. Тут есть различные каналы, сейчас я о всех говорить не буду. В принципе, если кто-то хоть чуть-чуть знает английский, думаю догадается, что к чему нужно присоединять. И сюда, собственно, подстегиваются основные карты наши. Ну, Base Color это самая стандартная карта. Это растровое изображение, которое изначально у нас есть. Ну, давайте примерим на поверхность. Вот. Ну, прежде чем это все получить, то есть вот диффюзная карта, Normal Map, Ambient Occlusion, нам нужно это дело создать. А как это создавать, я говорил в предыдущих видео с помощью программы CrazyBump. Также это дело можно... Normal карту, карту высот, еще можно так назвать. Это дело можно создать за браши, если вы знаете, как пользоваться им. Также можно создать эти карты с помощью собственность-дизайнер. Ну, а по каким-то причинам, неизведанным, ною, собственность-дизайнер не работает, не знаю почему. То есть замечательная программа Bitmap Material. Наверное, слышали, очень популярная, очень известная, очень хорошая. Вот. И с очень высоким разрешением текстур. Эта карта, собственно, работает. С CrazyBump. Все понятно, я о ней говорил. Давайте сегодня поговорим о Bitmap Materials. Запускаем его. Ссылочку я дам, откуда можно скачать. Устанавливается там элементарно. В принципе, ничего сложного. Как мы видим, тут все точно так же, как и Substance Painter. Тоже Viewport. Вверху у нас отображаются все текстурные карты, которые здесь могут быть. Вот. Также у нас еще некоторые не включены. То есть, вот, если перейти вбок, то есть в правую сторону, да, то в правом окне у нас видны все свойства наших текстур. Вот. Если вниз опустится Outputs, то это все еще не выключенные карты. То есть, выключенные карты. Извиняюсь. Вот. Соответственно, можно их по себе подключать, но для удобства ненужная карта можно и выключить. Вот. Значит, давайте загрузим какой-нибудь материал. Radio Project. Что-нибудь. То же самое и возьмем. И Load Main Inputs. Выбираем. Все. Наша карта сюда переместилась. Здесь я буду рассказывать только, как создавать текстурные карты. То есть, я не буду сильно углубляться внутрь этой программы пока что. То есть, как бесшовную карту сделать, я сейчас не буду говорить. Base Color. Base Color я уже рассказывал. Это самое стандартное, что может быть. Единственное, как можно ее изменить. Есть замечательная вкладочка Grunge. Она сейчас выключена. Можем поставить он. Вот. И посмотрим, как она работает. Grunge очень хорошо применяется для каких-то металлических поверхностей, для дерева. То есть, эта карта не очень удачная. Давайте выберем чуть-чуть другое. Ну, допустим, вот эта вот очень хорошая карта. Вот. Замечательно. Grunge. Значит, это эффект старения. То есть, если мы сделаем баланс еще побольше. И включим, допустим, двоечку поставим. Тут нужно включить он. Так, а, еще нужно Diffuse Base Color упасть. У нас упасть сейчас на 100% стоит. Нужно немножко затемнеть. И, как мы видим, наша текстура стала более темной. Более такая поблекшая, сгоревшая. Вот. И можно уже пробалансировать. То есть, единица это ничего нету. И если единица, то, как мы видим, такой эффект потертости старины. Он образуется. Ну, контраст это контраст. То есть, это уже грязная поверхность больше, чем потертое, да? Тут можно это все покрутить самому. Также есть вот разновидности. Первое. Это просто старье. Второе такое. Загряз... Ну, потертость. Грязь такая. Тоже что-то наподобие. Вот это пятна такие. Ну, то есть, посильнее сделать, да? Это очень хорошо видно. Вот. И так далее. То есть, тут всего полно. И этот гранж, он очень хорошо настраивается. Вот. Ну, и так далее. Это тоже самое можно. Тут детальность уже увеличивается. Кстати, насчет детальности. Если вам не хватает... Если у вас видны пиксели, то давайте перейдем чуть выше. Output Size. Это размер нашей текстурной карты. Вот. Но будьте аккуратны. Если у вас довольно слабый компьютер, то он может у вас зависнуть. Давайте сначала поставим на 2048. На 2048. И посмотрим, что у нас будет. Вот. Уже разрешение очень-очень сильное. То есть, я рекомендую, я делать такое разрешение. Потому что, если вы еще будете... Я расскажу сейчас о дисплейсменте. Если такое разрешение делать еще и дисплейсмент, то компьютер у вас взорвется. На самом деле. Давайте сделаем 41096. У меня он сейчас вообще будет тормозить. Даже при записи он у меня не тормозил довольно сильно. А сейчас он решил вообще задуматься. Пока 0%. Так. Ой-ой-ой. Ну, тормозит очень сильно. Вот. То есть, это уже на ваше усмотрение. Но, как мы видим, качество текстуры, оно офигительное. То есть... Нужно ли вам такое разрешение, неизвестно. Ну, для оружия. Очень хорошее разрешение для оружия. Для каких-то мелких вещей, которые вы постоянно перед носом носите. А для каких-то... Вот я просто взял текстуру потолка. Так как потолок все равно будет довольно высоко. Да. То... Такое разрешение ни к чему. Поставим на 1024. Для таких одоленных предметов это самое нормальное разрешение. Ну, так как по мне. Ну, и давайте быстренько пройдемся по текстурам. То есть, что нам нужно сохранить? Base Color. Думаю, нам... Ну, сохраним. Вот, если вы захотите сохранить эту текстуру, то правая кнопка мыши Save as Bitmap. Все очень просто. Сохраняется в TARGO, в TGA в формате. BMP тут, к сожалению, нету. А, есть. Нет. Нет, нет. Печально. JPEG я сохранить не буду. Оставлю TARGO. Потом это можно изменить. Так, ну и имя файла пускай будет. Diffuse. Просто. Сохранить. Также Routness. Это у нас шероховатость. Вот. Вот, если Routness равна нулю, то, соответственно, область зеркальная. То есть, текстура зеркальная. Материал. Материал будет зеркальный. Вот. Если он равен единице, то, соответственно, очень... Ну, шероховатость будет единица, поэтому никакой отраженности не будет. Если Routness подсоединить какую-то карту, то тут уже в зависимости от светлого или темной... От светлой или темной области будет то зеркально, то... Как бы шероховато. Вот. Поэтому давайте это дело тоже сохраним. Вот. Уже BMP есть, но мы просто сохраним в таком формате. Так, а... Металлик. Ну, так как мы металлик не настраивали, металлик и спекулер, то, в принципе, можете покрутить, посмотреть. Хорошая штука. То есть, тоже зависит от отражения. Вот. Ну, давайте ее сохраним тоже. Ой. Сохранить. Normal. Ну, это стандартная текстура, ее все знают. Выдавливается по... То есть, выдавливает... Видимость. То есть, видно, что выдавливается, но выдавливает только... Визуально, но не геометрически. Сохраняем. HedgeMap это карта высот. Будем сохранить ее, я не знаю. Ambient Occlusion сохраним. То есть, также вы можете настроить какие-то параметры, да? То есть, засветление. Вот. Детализацию, углубление. Ну, давайте поглубже сделаем. Это вот по оси X, Y и Z. То есть, получается, ось Y у нас становится глубже. Вот. Ось Z, видите, темнее. Вот. И так далее. То есть, радиус... Ну, радиус выключим. И давайте тоже сохраним. Сохранить. Вот. И Grunge мы уже с вами посмотрели. Рельеф это Normal у нас. И давайте Onputs. В принципе, со всем остальным можно и не работать. Тут есть, допустим, вот Specular. Это обратная пропорциональность шероховатости. То есть, если у вас шероховатость равно 0, то Specular равен 1. И наоборот. Карты примерно одинаково выглядят. Давайте, для примера, покажу вам. Так, здесь. Это Specular. Вот Specular. И посмотрим, давайте, Routness. Так, давайте откроем Glossness. Вот, Glossness. Glossness это у нас обратная пропорциональность шероховатости. То есть, если посмотрим на карту. Glossness. Так, сейчас давайте сделаем так. 25. Давайте 50%. Вот. Мы видим на Glossness и переходим на Routness. То есть, обратная пропорциональность. Соответственно. Ну, карта примерно одинакова. В движке это можно настроить. Так, теперь. И так далее. Вот Displacement. Довольно интересная карта. Я о ней часто говорил. Но, если честно, лучше всего делать ее в Crazy Bump. Здесь довольно маленькое разрешение. Поставим, пускай, на 200%. Ну, давайте на всякий случай. Сохраним. С ней мы тоже будем работать. Обязательно. Но, скорее всего, я ее потом переделаю в Crazy Bump. Вот. Собственно, это все текстуры, которые нам здесь нужны. Больше я от этой программы ничего не требую. Если вам нужно большое разрешение текстур, то, пожалуйста, ставьте. Вот. Это уже на ваше усмотрение. Вот. Так. Ну, все. Тогда с этой программы мы закругляемся. Если хотите, можете тут еще покрутить что-то. Я эту программу изучил сам интуитивно. То есть, тут ничего сложного нет. Закрываем. И вот все наши карты, которые образовались в формат TGA. Вот. Если будут какие-то проблемы, то я ее через Photoshop сделаю BMP. Это мой любимый формат. Вот. С ним удобнее всего работать. По мне так. Вот. Ну, а на сегодня все. А на следующем занятии я уже покажу, как применять эти карты. Вот. То есть, на элементарных каких-то примерах. Потом уже будем все углубляться и углубляться. Потому что материал довольно интересная и глубокая штука. Вот. Если кто его изучал и изучал блюпринты, это примерно, ну, одинаково. Но если блюпринты – это логика, то здесь это все выглядит еще визуально. Вот. Более сложные материалы уже делаются через блюпринты. Вот. Но это все уже потом. На сегодня все. С вами был Дмитрий. И всем пока.